МОЧИ МОЧИ Я не знаю, кем они себя считают? Нет, конкретно мы, потому что мы не болеем, да, вот, ну, в принципе, мы не болеем, мы можем быть на солнце, там, и прочее. Конечно. Мы можем быть без еды долгое время, но все равно, все-таки есть какое-то преимущество. Ага. И они говорят, какой же он приспособленный, если он съест какую-нибудь не ту черешенку, не того сорта, и его обсыпят, или начнет из носа сечь, или голова, да, чесаться, или там покроется чем-то. Какой же он приспособленный тогда? То есть это говорят те люди, которые моются постоянно, дезодорантами фигачатся, какие-то на себя намазывают крема, и такие говорят, пей, не моешься, иногда только водой, не моешь голову два с половиной года, какой ты не приспособленный, и дезодорантом не пользуешься, и от тебя не пахнет при этом. Ты вообще не приспособленный, а вот мы все такие приспособленные, и вон у нас в ванной там ломятся полки от химии. Ага, приспособленные. На самом деле, на самом деле, любой инструмент нужно рассматривать, исходя из целей. У меня цель. Понимать, что мне есть, не нужно. Если бы я хотел есть все подряд и не чувствовать дискомфорта, я бы пользовался техникой Лехи Мартынова. Я очень часто его упоминаю, потому что мне сейчас интересно смотреть за тем, что с ним происходит. Он крутой. Он крутой, но он в таком неприятии немножко находится себя, и я с ним хотел бы это попозже обсудить, ну, конечно, не во время общения с тобой. Но у него очень крутая техника на этот счет, он постоянно себя немножко загрязняет, он выходит на сороедение, а потом откатывается на вегетарианство. Выходит на сороедение, откатывается на вегетарианство. И когда он откатывается на вегетарианство, его организм чуть-чуть отравляется, и те фрукты, которые для меня были бы ядовитыми, для него становятся нормальными, и его организм о них не сигнализирует. Я поняла тебя. То есть он занимается тем, что набивает себя, набивает свои мышцы искусственным размером бутафорским. Он сильный, да, но размер у него искусственный, чтобы быть красивым, потому что его держит этот образ. Меня образ не держит вообще, я работаю с мозгом, у меня мозг крутой, его не видно, но он там есть, это точно. И я больше занят тем, что изучаю свое тело, изучаю то, что я ем, и мне нужна вот эта чувствительность. Я мог бы ее убрать легко, но мне это нужно. Поэтому я работаю над тем, чтобы мой организм становился более чувствительным, и то, что кто-то мне говорит «Прыщи, фу!», так вон там кнопка, выключаешь, отписываешься, все. А я правильно понимаю, что у тебя с каждым месяцем или, может быть, с каждой неделей сокращается твой спектр продуктов, которые ты употребляешь? Допустим, то ушла зелень, то ушли там морковь ушла, то еще что-то. Ну, ты знаешь, самое интересное, что почему-то с самого детства я зелень не любил и не ел. Тебе невкусно? Мне невкусно, я ее выбирал из, ну, скажем так, вот есть салат, и я сижу и так вот выбирал из него сначала помидоры. Все съем, если не наелся, я такой начинал выбирать огурцы вилкой. Если не наелся, то я говорил «Мама, еще помидор». Ну, там зелень, она оставалась, там какой-то жир оставался, что-то там, жир там вот этот вот плавал противный. Просто с детства были, ну, довольно верные, как я сейчас вижу, инстинкты. И я тот сыроед, который у Ашпе не ел травы. Никогда. Никакой травы, ни укроп, ни петрушка. Я не знаю, зачем это нужно. Почему говорят, я знаю, почему говорят, что это нужно. Но мне вот не нужно. Кому нужно, тот пусть ест. А мне так вкусно, я прямо наслушалась тоже Андрея. И он говорит, зелень не нужна. Говорит, что не нужна. Если не хотите, если хочешь, то нужна. Я подумала, может, правда не нужна, неестественно. Но меня прям тянет, прям вот охота мне. Рукола, шпинат, шпинат просто обожаю. В Питере особенно шпинат. Ну, кстати, его из Пасандара привозят, я узнала. Он вот такой большой, он вот такой вот, с такими пучками сочными. Я просто беру его вот так, и так и ем. Вот так заворачиваю. Мне очень нравится. Моя любимая зелень. Я вот орехи долго ел. Мне реально нравилось. Я отказался от орехов, когда я почувствовал, что я сижу и ем их через силу. Я запихиваю их в себя, жую, не чувствую ничего. Так думаю, стоп, а зачем? Но пока нравилось, я ел. Поэтому то, что ты ешь шпинат, это нормально. Но постепенно ты увидишь, что ты придешь к тому, что твои рецепторы тебе будут говорить. Нафига тебе шпинат, если есть манго? Или мангостин, или ланганы какие-нибудь. Сейчас я работаю над тем, чтобы расширять диапазон того, что я ем, а не сужать. И, конечно, я его сужаю. Скажем так, есть фрукты эконом-сегмента, которые продаются на рынках в вашем городе, в моем, в ее. А есть фрукты бизнес-класса, так сказать. Например? Например, это манго из Индии, который привозит мой друг из Москвы. Этот друг, он не продает его везде. У него только на сайте можно заказать. Я сейчас не делаю рекламный сайт, я говорю о том, что я несколько лет искал такое и не мог найти. Для меня потом рекламу сделаешь. Конечно, конечно, я тебе лично скажу. То есть смысл в том, что я начал заморачиваться над тем, чтобы найти ту еду, которую каждый себе позволить не может. И иногда себе ее позволять. Иногда. Потому что я не такой мажор, чтобы каждый день мне, пожалуй, с Вьетнама сверху. И там обнаженная девственница наложена, с фрукта мне тащит. Это пока не мой уровень. Хотя прикольно. Дуриан хочу. Ты пробовал? Не сыпь меня соль, вот никуда. Я заказал дуриан. И когда дуриан выехал ко мне, он не выехал, потому что он не успел. Машина уехала. В следующий раз машина попала в аварию. На следующий день водитель кинул. Короче, когда я заказал дуриан, он 4 дня не мог выехать и приехал гнилой. И я выкидывал вот так гнилой дуриан, и из меня лились вот такие ментальные слезы. Ну, их не было видно, но они точно были, я чувствовал. И прям такого стресса я давно не испытывал. Когда ты ждешь его столько лет, и он приезжает гнилым. Это печаль-беда. Но он жирный, может, поэтому ты же авокадо не ешь, ты от них долго отказывался. Долго на них срывался ты, ты говорил, что я срываюсь на авокадо. Да, не долго, но этой зимой. Да. Дуриан он жирный, ты на него подсядешь. Да и ладно. Вкусняшка такая, вообще я прям о нем думаю каждый день. Хотела сделать что-то, замечание какое-то. Опс. Так. А, вот, точнее, ремарочку, дополнение. Ты сказал, пока нравилось, я ел орехи. И потом понял, что когда я их ем, то мне уже не хочется их напихивать у себя насильно. Что я хочу сказать. Люди, ни от чего не отказывайтесь. Никогда не нужно ни от чего отказываться насильно. Нужно достичь определенной точки пресыщения. Есть такая точка, она обязательно настанет. Даже если вы любите авокадо, очень сильное, не можете отказаться. Купите себе 100 авокадо и ешьте только их. Будет такая точка, и вы скажете, нет, я больше не могу, я к ним больше не притронусь. Осталось 50, хочу продать оптом. Да. На авито. На авито. Партия авокадо продается. Так будет, да. Это есть. Поэтому не насилуйте себя, потому что будет только хуже. А то будете себя сдерживать, съем только один орешек, а потом только два. А потом съедите мне тазик. Я его оптно рекомендую. Как когда курить бросают люди, да? Да, да. Два дня не курил, на третий день скурил месячный запас. Так не надо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова